Взаимно. Сейчас я немножечко настрою, чтобы я была по центру изображения. Так, плюсиками пометьте, видно ли, слышно ли меня. И я тогда буду начинать. Все, вижу, что меня видно, слышно. Спасибо большое. Да, если у кого-то нет звука, я, к сожалению, ничем голосом не помогу. Но если не видно, то проверяйте настройки в строке со ссылкой. Там надо нажать на камеру, чтобы она была активна. Собственно, сегодня буду рассказывать о том, как подготовить интересный вебинар или обучающее видео. Сначала немножечко расскажу о том, почему я вдруг решила об этом рассказывать. Дело в том, что у меня достаточно большой опыт, как я недавно посчитала и выяснила, и онлайн-преподавание, и онлайн-обучение тоже. То есть я такой не просто как тюкча-несчитатель, тюкча-писатель, как в одном анекдоте написано. Я даже начала раньше учиться онлайн, чем преподавать. Ну, преподавала я в оффлайне в основном. Собственно, по своему образованию я филолог, пандитат филологических наук. По самому-самому первому образованию я учитель русского языка и литературы, поэтому долгое время работала в школе. Сейчас я преподаю в ВУЗе. Я между школой и ВУЗом еще преподавала частным образом, и частным образом я преподавала исключительно онлайн. И потом, когда стали набирать обороты и такую популярность, актуальность набирать там всевозможные вебинары, онлайн-курсы целые, то я тоже на них и училась, и учила, собственно. И сейчас тоже их регулярно провожу. Конечно, сложно сказать, что мой опыт единственно правильный, и поэтому я опираюсь прежде всего не на свой опыт, который мне тоже, конечно, помогает, но и на то, что называется коучинговый подход. Коучинговый подход – это тот, который помогает нам не просто пользоваться чужими советами, но прежде всего задействовать собственные внутренние ресурсы. То есть, в принципе, каждый из вас уже понимает, каким должен быть интересный вебинар, каким может быть интересное обучающее видео, как, может быть, справиться с какими-то трудностями, если они возникают. Но часто нам надо это просто актуализировать. И как раз то, что я буду предлагать сегодня, позволит нам актуализировать то, что вы и так знаете, и плюс, может быть, воспользоваться какими-то секретами, советами, которые я могу вам предложить. Ну и, кстати говоря, свой опыт я собирала не только, когда преподавала сама, но и когда училась у других, потому что на любом вебинаре, любое обучающее видео, когда мы смотрим, ну и еще плюс, если мы обладаем либо педагогическим образованием, либо вынуждены преподавать, мы так или иначе его анализируем с точки зрения методики, что это получилось хорошо, это получилось плохо, это бы я себе взяла, это бы я себе не взяла. Поэтому вот здесь собирать рекомендации можно будет из того, что делаю я и что я не делаю, а что бы вам как раз хотелось бы больше сделать. Собственно, переходя дальше к теме. Я всегда начинаю с того, и любой, в принципе, и коучинговая работа начинается с внутренней настройки. И вот сейчас, посмотрите на слайд, я предлагаю вам как раз соотнестись с этими внутренними настройками. Я их назвала «Важные настройки преподавателя». Нужно все подкрутить внутри себя, прежде чем начинать двигаться в сторону создания видео, вебинара или курса, если у вас большая задача. Первая настройка, она очень важная. Я, может быть, не очень удачно треугольник изобразила. Я сейчас понимаю, что, может быть, там белым по зеленому не очень хорошо видно. Но, тем не менее, у меня там в серединке обучает, а сверху и справа-слева стоят вопросы. Сейчас я каждый озвучу. Вот самый первый вопрос, самый первый треугольник, который вверх идет, это кого? То есть настройки на других, на их ценности, цели и задачи. Так, другие, пожалуйста, дайте плюсик, напишите плюсик, если вы видите презентацию, да, потому что вот есть предположение, что, да, плюсики есть. Тогда сейчас одну секундочку, прям я дам ссылку на презентацию на Google диске. И, сейчас, секунду. Так, да, просматривать. Сейчас, сейчас, прям один момент, чтобы все ее видели. Вот ссылка на презентацию. Вы можете открыть тогда ее дополнительно, слушать, да, и смотреть. Собственно, первое, что мы делаем, да, и справа тоже ссылка есть, правильно. Настраиваемся на других. Когда мы проводим занятия обучающие, когда мы проводим вебинар, мы, в первую очередь, не себя посмотреть, да, а, как бы, не себя показать, а других посмотреть и другим дать возможность что-то сделать. Поэтому первая наша настройка на других людей. И здесь, обратите внимание, мы исходим не из того, что они чего-то не знают, что они вот там сейчас меня будут троллить в чате, например, да, или ничего не получится. Мы здесь делаем настройку на лучшие качества, что если человек пришел учиться на вебинар, то он пришел учиться. Да, ему может что-то понравиться, может быть, что-то не понравится, что-то может вызвать сопротивление у него. Это всегда бывает. Но в целом, да, он пришел учиться, и уже за это мы его имеем право уважать, но они нас. И плюс цели и задачи. Каждый человек для чего-то приходит учиться. Так кто-то приходит просто из интереса, ну, так, посмотреть, как оно вообще, да, как там этот человек про это расскажет, как другой расскажет. Кто-то приходит, чтобы непосредственно получить какую-то информацию. Да, и то, и другое мы можем предусмотреть. Дальше. Вторая настройка – это настройка на тот материал, который мы хотим преподнести. Его ценность для слушателей, да, и его потенциал, то, как они его в целом могут использовать. И здесь мы вдруг, когда мы настраиваемся на материал, мы понимаем, что не бывает скучного, да, не бывает неинтересного, не бывает неактуального. Бывает то, где мы, как преподаватели, зажимаем, жадничаем, да, и не даем эту ценность, не даем этот потенциал. Боимся, иногда боимся, что у нас там что-нибудь украдут, там, да, там свой курс вставят и так далее. Но тем не менее, в любом случае, когда мы готовим интересное занятие, мы всегда исходим из материала, из того, какой ресурс, какой потенциал, какую ценность он несет. Дальше. Третья настройка, то есть первая была кого, да, с одной стороны у меня чему обучает, да, и самая последняя, как ни странно, это кто. Это настройка на нас самих, на самих себя. Вот поскольку я говорю о коучинговом подходе, то здесь всегда очень важно понимать и свои собственные ценности тоже, свои собственные сильные стороны, как преподавателя, как ведущего, да, и свои цели и задачи. У вас тоже есть некая цель, некая задача, когда вы готовите материал, да. У вас есть свои ценности, для вас что-то важно в большей степени, в меньшей степени, для вас, как для преподавателя, для вас, как для человека. Вот эти вот важные настройки, пока просто имеем их в виду, да, даже если мы внутренне никак не будем артикулировать, никак не будем формулировать, да, а просто вот, ага, у меня есть я, у меня есть материал, у меня есть мои, там, ученики и слушатели, да, просто вот как бы настраиваемся на то, что все это есть и все это имеет значение, и тогда мы имеем с вами возможность уже вот быть настроенными, и тогда мы можем начинать готовиться. Идем дальше. Собственно, идем, но у меня не перелеснуется. Против онлайн-обучения, ну, сейчас вообще такая очень двоякая компания происходит, да, одни Рьяна поддерживают онлайн-обучение, другие Рьяна против выступают уже, ну, очень весьма странные вещи пишут, в общем-то, обесценивающие онлайн-обучение, но если мы уйдем от всего этого антуража, то, на мой взгляд, самая интересная мысль здесь, что онлайн-обучение дает нам больше возможностей, да, в чем-то. Конечно, нельзя научить делать там операции хирургом исключительно в онлайне, да, но это, по меньшей мере, может быть странно, да, может быть странно там балету учиться исключительно онлайн, да, или там каким-то еще наукам. Здесь никто не говорит, что это единственный верный способ, да, и лучше ничего не существует. Но в любом случае, когда у нас появляется новая возможность, у нас появляется и новый потенциал использовать тот материал, который у нас есть, да. Мы уже можем не обязательно быть там даже в аудитории говорящей головой, которая начитывает лекционный материал, а этот лекционный материал прекрасно может быть речь в основу обучающего видео, а в аудитории мы совсем другими делами можем заниматься. Ну, собственно, какие еще основные сопротивления существуют, когда человек думает, перейти ли ему вот в онлайн формат, проводить ли ему вебинары, обучающие, да, какие-то, или там ознакомительные, или там обучающие видео записывать или не записывать. Ну, вот я нашла три основных, и про четвертый спрошу у вас. Первое сопротивление связано со временем, что я чего-то не успею, что-то закончу раньше, где-то не уложусь, или наоборот, так вот за пять минут все-все-все расскажу, да, потом, что я буду делать еще целый там час впереди у меня должен быть. Это первое сопротивление, которое нас очень сильно останавливает. Кажется, что в оффлайне это как-то по-другому мягче проходит, на самом деле, не всегда. Второй момент связан с голосом. Мы не любим наш голос, да, он нам не нравится, и поэтому мы стесняемся его записывать, стесняемся им онлайн говорить. Кажется, что он некрасивый. Третье сопротивление – это глаза, что я не вижу своих слушателей, да, не вижу своих учеников, не понимаю, что там с ними происходит, может быть, я вообще тут чушь какую-то несу, да, так по глазам я всегда имею возможность сориентироваться. Вот сейчас в чат попрошу вас отметить, во-первых, что актуально из этих трех пунктов, да, это первый момент. А второй, вот если есть что-то еще, что вас пока останавливает, или то, что вам кажется пока сложным на данный момент, в чат, пожалуйста, тоже напишите. Все три актуальны. Про глаза. Если что-то свое, тоже допишите, да, я прокомментирую. Голос, глаза. Как там? Усы, лапы и хвост. Время. А четвертое что? Четвертое что-то еще напишите. Нет соответствующей обстановки. Так, не вижу реакции, страшно. Где размещать? Так, внешность тоже пишу. Так. Ага, связь. Содержание полностью. Про содержание прямо сейчас буду говорить. Контакт. Вопросы. Не могу видеть себя на видео. Боязнь повториться с другими. Так, повторы с другими. Целевая аудитория. Кто, судя по всему, знания. Эффективное представление. Технические вопросы. Связь с аудиторией. Сейчас. Связь с аудиторией. Сейчас чуть про это поговорим уже. У меня они в пункте глаза. Будут голос. Спасибо большое за ответы. Так. С чего начать, кому интересно. Да, это тоже целевая аудитория. И плюс с чего начать. Плохо выгляжу. Так, это все про внешность. Ага. Так, вот в конце про это все тоже постараюсь сказать. Так, сложно заранее готовить видео, так как неприятно слышать свой текст для редакции. Так, голос это опять же, да? Скорее всего голос. Ну, сейчас про голос тогда скажем. Спасибо большое за вашу честность. Мы к этим вопросам еще вернемся. Что-то я озвучу. На какие-то пункты, возможно, даже раньше отвечу. Или вы сами поймете, когда буду про время, голос и глаза говорить. Я по чуть-чуть буду касаться. Про обстановку очень... Прям напомните, если я сама забуду, хотя я себе написала. Про обстановку, внешность, пожалуйста, потом напомните. Итак, собственно, рассматриваем. Сейчас я листаю слайд. Первое это время. То, что я в него не уложусь, скажу все быстро, теряю мысль, да? Потому что тороплюсь, пытаюсь замедлиться и так далее. Так. Ага, про редакцию еще. То есть это... Да, редактирование видео. Сейчас, секундочку. Тоже я должна буду сказать об этом. Вообще, для любого преподавателя верить нет. Это общее место. Времени нет. Времени мало. Ничего не успеваем. Да как же я за 160 часов там историю русской литературы первых 30 лет 19 века расскажу и так далее. Это общее место у всех преподавателей. Вот я работала в школах, в двух школах. Я работаю в ВУЗе. Я работала частным образом. Я работала как репетитор. Я проводила занятия онлайн. Это везде. Все преподаватели начинают с того, что... А времени-то нету. А почему? А потому что хочется дать ого-го сколько. А у меня там всего 160 часов. Да. Или всего 72 часа. И у меня был такой опыт, когда преподаватели со словами... Но времени мало, мы вас все равно за 48 часов ничему не научим. Она просто 2 часа посвятила тому, что болтали за жизнь. И я поняла, что нет, наверное, дело не во времени, дело в нашем отношении к этому. Поэтому если у вас есть ощущение, что где-то вы что-то не уложитесь, что если времени мало или времени много, у меня материал, я так не растяну, то первое, что мы делаем, это... Я листаю следующий слайд. Мы понимаем, что время у нас есть. Вот такие у меня там часики стоят. И тогда наш фокус внимания меняется на то, как лучше использовать то время, которое у меня есть. Есть у меня 48 часов. Вот как лучше 48 использовать? Это для курса. Есть у меня час для вебинара. Как лучше этот час использовать? Есть у меня 5 минут для видео обучающего. Как лучше 5 минут использовать? Елена Михайловна, если вы про регламент нашего вебинара, то в 4 или в самом начале 5 мы должны закончить. Дальше оцениваем, сколько же у меня времени есть. И дальше смотрим, как я могу это время поделить на блоки. Вот здесь можем исходить из нашей логики, что у меня 5 тем, и мне, значит, надо это время на 5 разделить. Либо можем исходить из интуиции, как вам хочется. То есть я, например, когда вот к этому вебинару готовилась, я поняла, что у меня 4 блока будет интуитивно. Потом думала, а что актуально, почему 4? И действительно нашла 4 блока. Про время, про глаза, про... Сама забыла, про что еще. Сейчас у меня презентация-то есть. И что-то еще, собственно. Голос. Голос еще. Дальше, смотрите, лучше всего готовить любое обучающее видео или вебинар или что-то еще. Вот по таким... Я пример привела по блокам. Их можно прямо прорисовать себе. Что вот у меня один блок, второй блок, третий блок. Мы можем больше или меньше творчества здесь применять. Это зависит только от вашего желания. Вот видите, у меня схема примерная. Что вот нота БН, что важно. Первое, второе, третье, четвертое важно сказать. Или в такую более мягкую круг делаем. Что вот я с этого начинаю, потом у меня второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. По кругу они идут. Можно прямо часы себе прорисовать. Я помню, когда готовила урок на конкурс «Учитель года», 25 минут у меня было, да, ровно. За 25 минут надо было показать кучу компетенций учителя, каким-то образом взаимодействовать с учениками и еще вовремя завершиться. Был огромный вызов, но я прямо прописала по 5 минут себе эти блоки и сделала так, чтобы я никуда не выскакивала за них. Да, я прямо вот по часам нарисовала, что это я начинаю во столько, это во столько, это во столько, это во столько. Если вдруг я где-то затягивала, я очень быстро перестраивалась. Можно пойти просто цветочек себе нарисовать, моя любимая такая схема, либо более четкую, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кратких форматов. Ну, вы знаете, кому как. Где-то вопрос времени решается за счет краткости, а где-то, ну, как бы наоборот, лучше один большой дать. Это, как бы, если для себя нашли такой ответ, это отлично. И вот смотрите, когда мы таким образом работаем, мы уже распределяем материал, да, который нам нужно сказать. Если я понимаю, что что-то его многовато, значит, соответственно, я должна что-то убрать буду, да. И мы тут выбираем, вот, кстати говоря, что действительно я могу отправить в виде, там, методички, файла, ссылки, да. Что-то я вообще могу в другой вебинар вынести или, там, в другое обучающее видео, если это слишком большой объем получается, да. Тут главное не передавить наших студентов, наших учеников информацией, да. Наша задача, вот, подойти с, как я сказала, их ценности, их цели и задачи. Что-то можно дать вообще на самостоятельное изучение, да, в конце концов. Это вот как раз распределение материала. Если я ценю то время, которое у меня есть, то я не буду там какие-то прописные истины транслировать, да. Я постараюсь дать, ну, какую-то информацию, которую действительно важно озвучить. И почему я, опять же, предлагаю блоки прорисовывать для себя. Я говорю, у меня все время, вот, когда я готовлюсь, у меня вот такие цветы нарисованы, блоки нарисованы, какие-нибудь треугольники нарисованы. Мне так проще визуализировать структуру, да. Это раз. Во-вторых, если у меня это нарисовано, я все это охватываю одним взглядом и всегда могу очень гибко переместиться с одного блока на другой, да. Ну, прориснуть пару слайдов презентации не составляет труда, если, как бы, я понимаю, что вот сейчас актуально о чем-то еще сказать. Поэтому со временем работаем таким образом, да. Во-первых, понимаем, что оно у нас есть. Во-вторых, понимаем, сколько имени, именно у нас времени. В-третьих, понимаем, на что мы его делим. И четвертое, понимаем, чем мы его заполняем, да. И чем ярче, чем красивее будет выглядеть эта структура, не всегда вот для плана нужно там первое, второе, цели, задачи, да, можно ее нарисовать, чтобы вы могли быстро взглянуть, быстро перевести взгляд и продолжать. Так, это то, что касается времени. Как вам? Заходит то, что говорю? Плюсики поставьте, если нравится. Если есть вопросы, прямо сейчас задавайте. И я пойду дальше говорить про голос. Пока всем нравится. Спасибо. Если будут вопросы, прямо сюда пишите, потому что вкладку вопроса я упускаю из вида. Но сегодня постараюсь ее держать в фокусе внимания. Спасибо за плюсики. Итак, мне не нравится мой голос. Это второй вопрос, да, который нас часто останавливает. Бывший преподаватель. Конечно, все это знакомо. Это даже, мне кажется, в принципе, знакомо. Моя задача актуализировать. Да, и здесь, когда мы говорим о коучинговом подходе, то самое главное, мы отвечаем, ищем ответ на вопрос. А что такое красивый голос? И этот ответ, ответ на этот вопрос нам дает возможность прислушаться именно к самим себе. Здесь я нарисовала эволюцию человека, не нарисовала, привела пример. Показываю, почему на самом деле голос чаще всего бывает некрасивым. Вот то, что там для человека прямоходящего, еще как бы непонятно. Да, но там свои процессы были, там еще не актуально. А чем дальше человек, вот, спасибо за ответ, когда ты уверен, да. А чем дальше человек уходит в своем вот этом развитии, тем больше он скрючивается. А когда ты сидишь скрюченный, красивого голоса получить невозможно. Я вот сейчас специально скрючилась, и вы чувствуете, что у меня голос пошел откуда-то не из того места. Вот он уже не полетный, а вот такой вот какой-то. И, соответственно, если мы говорим скрючившись, или из неудобной позы, или мы, наоборот, сильно отвалились, и нам тоже тяжело, да, то голос уже будет не так красив. Так, конечно, именно на эти экстралингвистические особенности в процессе коммуникации нужно обращать внимание. Да. Дальше, смотрите. И то, что мы свой голос, и чаще всего он красивее, чем нам кажется на самом деле, это тоже очень... Да, дикция важна, конечно. Вот здесь мы... Дикция, правильные ударения важны, да, но они уже немножечко не только к голосу относятся, хотя и к нему тоже. Техника речи в целом берем. По поводу дикции самое простое упражнение, может быть, даже вы его знаете, да, когда вы читаете текст, можете даже, кстати, аудиозаписи делать для сравнения. Вот, хороший комментарий, сейчас к нему вернусь. Сначала просто его проговариваете, потом вставляете между губами и зубами пробку, обычную пробку. Да, можно брать карандаш, но он такой не очень приятный на вкус, делеганная пробка приятнее. Тот же самый текст проговариваете с пробкой во рту. А потом пробку вынимаете и читаете тот же самый текст без него. И вот если вы будете записывать на аудио, первый вариант и последний, то есть до пробки и после пробки, вы почувствуете, насколько другое качество голоса стало, звуки стали вот точеные прямо. Просто потренируйтесь, можно там скороговорки использовать, чистоговорки использовать. Огромное их количество в интернете, я даже можно не рассказывать вам об этом. Но даже если вы просто возьмете кусок собственной статьи, прочитаете до и после, да, то уже будет намного проще. Голос красив, когда ты уверен в том, что говоришь. Да, а уверены в том, что говорим, тогда, когда мы знаем, что сказать. То есть когда мы вот эти блоки заполнили и знаем, что делать. Ну элементарные методы ораторского искусства, тут знаете, как бы и да и нет, потому что если нам еще и ораторскому искусству дополнительно учиться, ну это в принципе в процессе выступления, и всегда сами мы можем это все предусмотреть для себя, придумать, да, и так далее. Итак, листаю слайд и, собственно, исследуем дальше с вами. Наша с вами задача до того, как мы пойдем на курсы ораторского искусства, я, кстати, один раз была там, ну на двух занятиях была и поняла, что я лучше не буду туда ходить. У меня голос чуть вообще не спрятался от того, что происходило, но, в общем, я решила своими силами обойтись в итоге, хотя есть очень хороший курс ораторского мастерства. Итак, вот я предлагаю вам, это тоже из коучингового подхода прежде всего, поисследовать возможности своего голоса, как на него влияет ваш настрой, ваше настроение, да, как влияет положение тела, как влияет тема разговора, да, и вот здесь вот этот вопрос, что такое красивый голос, уже не просто вот эти умозрительные вещи, когда я говорю о том, что знаю, интересно или еще что-то, а вот когда мы понимаем, а как говорить мне лично, мне наиболее комфортно, да, например, когда, как я должна сидеть, или может быть мне надо стоять, чтобы я говорила, да, всегда можно поставить ноутбук на такую высоту, там компьютер, ну камеру, да, я имею в виду, чтобы вы могли стоя говорить, чтобы вы могли сидеть на нужной высоте, да, чтобы ни в коем случае не, вот этот свой голос не пережимать, потому что я вам сейчас показала, да, я немножко сутолилась, у меня уже хуже стало. Однажды смотрела вебинар, мне тоже говорят, почему меня слушатели не слушают, посмотрите, пожалуйста. Я начинаю смотреть, и там вот ведущий вот так вот сидит на стуле, и весь вебинар вот так вот раскачивается. И вот так он сидит, такой что-то вещает, там флегматично нажимает на клавиши, прям вот таким образом. Ну что, его, конечно, было слушать тяжело, я говорю, ну вот я пять минут послушала, больше не смогла, да. Поэтому если вы чувствуете, что вот такая вот поза вас расслабляет, и вам совсем какой-то голос некрасивый становится, тогда мы как бы просто меняем позу. Дальше, вот вы сейчас пишите настроение, физиология, уверенность, темп речи, тембр голоса, интонация, все это важно, но важнее ваш настрой. Как вы себя чувствуете, когда вы говорите, потому что тембр, темп, физиологию тем более мы не можем взять и поменять. Ну, достаточно сложно это все. Ну, можно, конечно, там избавиться от шепелявости каким-то образом, но это не физиология просто. Над уверенностью можно всю жизнь работать, но никуда мы от нее не денемся. Поэтому вот я всегда за то, чтобы мы не концентрировались на каких-то абстрактных вопросах, а за то, чтобы мы брали и исследовали самих себя. В конце концов, то, что для одного человека красиво и естественно он так говорит, у другого просто будет по-другому. Но это не значит, что его голос некрасив. Поэтому вот здесь важно исследовать возможности своего собственного голоса. Смотреть, могу ли я говорить медленнее, могу ли я говорить быстрее, могу ли я говорить громче, тише для того, чтобы мне было хорошо, комфортно. Кому-то просто громко говорить тяжело. Это решается хорошими настройками, хорошим микрофоном просто, чтобы мы говорили громче. Кстати говоря, про внешность там тоже было, тогда сейчас скажу сопротивление, что я плохо выгляжу и так далее. Чаще всего то, как мы выглядим в камере, зависит исключительно от освещения и от того, насколько далеко или близко. Вот я сейчас, видите, камеру двигаю, и я уже совсем становлюсь другая. А вот так я тоже другая. Какая здесь? Какая я на самом деле? Да какая разница? Главное, как этот цвет в инструменте, как я, в принципе, себя ощущаю. Плюс можно поиграть с цветом одежды, например, с цветом фона. У меня самая простая занавеска сзади. Мне так хочется, мне так комфортно. Кто-то делает там ширму, просто белая там какая-то тоже самое вешает, но белая, черная, так как хочется. До сказки все что угодно можно читать. Стихи хорошо идут, собственные статьи читайте вслух. Понимаете, это тоже очень хорошо всегда помогает. Если можно, не пишите заглавными буквами, это воспринимается как крик. Поэтому убирайте-ка вслух и пишите по-другому, маленькие. Так, и настроение. Если я прихожу, волнуюсь, переживаю, мне страшно, я злюсь, там негодую, тоже это на голосе сказывается. Если же я прихожу с домом, с таким настроем на работу, то это обычно происходит по-другому. Как вам то, о чем сейчас говорю, да? Про ваш красивый голос. Может быть, заметили что-то новое, о чем не думали. Пожалуйста, в чат напишите, что сейчас хочется попробовать, поэкспериментировать, поисследовать в плане своего голоса. Прямо чуть-чуть даю времени на то, чтобы собрались с мыслями. Картинка, кстати, на слайде, дикция, да, про пробку. Да, поговорить своим голосом, это, кстати, бесценно. Эмоциональность. Кстати, эмоциональность очень хорошо тоже можно регулировать, да, если я чувствую, что я слишком восторжена говорю, то можно подумать, как это, ну, как бы чуть-чуть эту восторженность по-другому использовать, да, не знать, что не надо быть восторженной. Личный интерес, кстати, да, он всегда чувствуется. Настроение. Осанка, осанка, вот, прежде всего влияет. Прямо вот возьмите, говорю, диктофон тоже попробуйте взять, либо сами вы почувствуете, да, вот как вы, вот так, вот так, вот так, там, еще как-то, и вот, как бы, это все вместе антураж создает. Естественность. Естественность, да. Желание записываться, ну, сложно, да. С желанием записываться, ну, просто преодолейте его, потому что нам не нравится обычно первая запись, вторая запись, их можете не слушать, да. Сразу начинаете слушать третью, четвертую, пятую запись. Так, да. Уверенность, компетентность дает нам тоже, вот, наш, на наш темп, наш голос влияет. Ну, как нужно петь. Я не пою, например, мне не нравится петь. Вот и все. С пробкой сложно, пробку поменьше тогда возьмите. С пробкой должно быть интересно, да, то есть вы не должны четко говорить. Там суть в том, что мышцы напрягаются, да, вот, язык, губы, там, все остальное, речевой аппарат в целом. И по-другому дикция. Ну, попробуйте, правда, это очень классный опыт. Я на себе пробовала когда, это было удивительно. Да. Так, спасибо за ваши ответы. Ну, слушайте, характеристики голоса, да, определяются врожденными. Но вы слышали голос младенца? Он же никогда оперным, оперным вот этими голосами не поет. Да, он плачет, ну, примерно одинаково все плачут. Ну, только там свой ребенок кричит по-другому, а все остальные кричат примерно одинаково. Так, ага, ну, это все то, что вы говорите, это все хорошо, но это хорошо для разными голосами говорить, да, пробовать. Это хорошо для актерского исполнения. Когда мы приходим учить, мы все-таки не актеры, да, и нам как бы не нужен такая разница в голосе, чтобы мы то басили, то переходили на фальцет, то еще что-то. Это скорее отвлечет наших слушателей, согласитесь, да. Я сейчас попробовала, но, наверное, это не очень вас вдохновило на подвиге, поэтому не обязательно так делать. Так, идем дальше. Про глаза. Я не вижу ваших глаз, да, я не знаю реакции. Вот я сейчас тут смотрю что-то у нас еще про целевую аудиторию. Да, кто это, да, как связь проверить, что это все работает, не работает и так далее. Смотрите, вот здесь вот самое важное понять, а что я хочу в этих чужих глазах увидеть. Ну, умеренная эмоциональность, конечно, ну, мы же все умеренные эмоциональные, правда, вот Ольга Геннадьевна отвечает. Что я хочу увидеть в чужих глазах, да, я хочу увидеть там интерес, я хочу кивки видеть, как в аудитории, да, я хочу, чтобы на мои вопросы как-то отвечали, реагировали, да, я хочу, чтобы занятия выполняли, я хочу еще чего-то, да, вот я тут картинку привела, что я тут это, сижу перед ноутбуком, что-то делаю, а он, может быть, там спит, да, и ничего не происходит. Поэтому, значит, реакцию, да, я вижу. Кто еще, что еще хочет увидеть в чужих глазах? Так, про ссылку на YouTube, не знаю, какая там, у нас сейчас только здесь трансляция, насколько я знаю. Интерес хочется увидеть, реакцию хочется увидеть, да, интерес, внимание хочется видеть, ага. Так, еще, кивок, да, вот, да, может быть, возражение, диалог, да, чтобы был, понимание в глазах, так, обратную связь, да, а вот смотрите, вопросы, смотря запрос вебинара, удивление, реакцию, да, а вот теперь смотрите, ну, глаза, зеркало, зеркало, да, зеркало души, зеркало еще, глубинные эмоции хочется увидеть, ну, это уж совсем с элементами психотерапии, да, чтобы еще было глубинные эмоции увидеть. Угу. Так, хороший вопрос про обкатывать материал, если успею, скажем об этом. А вот посмотрите, вот сейчас продолжаю свою мысль, вот у нас есть интерес, кивки, ответ на вопросы, выполнение заданий, что-то еще, а вот дальше концептуальный вопрос, а это надо вам или вашим ученикам, студентам, слушателям? Вот здесь вот помните, что вы приходите учить не ради себя, чтобы меня оценили, меня поддержали, и это все делается еще на этапе подготовки, да, ну, и на этапе там раньше, когда мы общаемся с коллегами, там еще где-то, ученики, слушатели, студенты, в принципе, не обязаны вас поддерживать и вашу самооценку повышать, они пришли учиться, да, и, соответственно, если я просто хочу, чтобы мне кивали, я должна понимать, а почему я этого хочу? Ага, вот уважение, чтобы они мне показывали, они учиться пришли или уважение показывают? Давайте честно, да. Дальше, вот это надо вам или это надо им, да, вот важный момент, вот здесь прямо поставьте для себя этот водораздел, границу, что это я хочу, если для себя, тогда это нужно мне как поддержка, да, и, соответственно, вопрос, а как я могу поддержать себя, когда у меня нет кивков, улыбок, вопросов, да, и так далее. И второй момент, если это вы понимаете, что зачем-то надо вашей аудитории, да, периодически кивать, например, на ваши вопросы, да, тогда задаете себе вопрос, а создать еще больше для них я как могу, да. Например, когда вот я сейчас это, да, использую, где-то мне просто нужен плюсик, да, это примерно как ваш кивок. Меня слышно? Да. Да, если бы вот у нас была другая вебинарная платформа, там, где бы я вас всех видела, вы могли просто кивнуть головой, да, и я бы уже все поняла. Это раз. Во-вторых, ни в одной живой аудитории вы тоже не добьетесь того, чтобы все сидели вот так вот все занятия, преданно смотрели вам в глаза и кивали, да, то есть всегда есть те, кто на телефон отвлекся, кто сидит, пишет, не поднимая головы, да, кто сидит, мне рассказывает про одну девушку, что она приходила на лекции и вышивала. И когда я говорю, значит, почему вы вышиваете на лекциях? Она говорит, а я иначе не запоминаю. Я только, я запоминаю только, когда вышиваю. Я говорю, могу писать, еще что-то. Ну, когда я вышиваю, я запоминаю. Вот и все. Так, да, кстати, вот использовать помимо плюсов цифр, как почувствовать обратную связь. А вот этот второй момент, да, как почувствовать обратную связь. Вот я задала короткий вопрос, вы мне можете одним словом на этот вопрос ответить. Одно слово от вас никакого там сильно времени не займет, да, я тоже вот даже в потоке там вот на 183 человека, я никак не отвлекусь, да, сейчас, секундочку. Ко мне семья приходит за помощью. Да, соответственно, это вот быстрый способ наладить обратную связь, да. Если вам нужны развернутые ответы, ну, согласитесь, что это уже не формат вебинара и не формат обучающего видео. Это уже формат семинара, там нам нужно уже всех видеть. Это, в принципе, потенциально другое, другая форма занятий, да. Дальше смотрим. Вот этот вопрос. Как я могу поддержать себя еще, да. Вот что мне надо, чтобы я чувствовала себя комфортно во время занятия? Ну, например, да, мне надо, чтобы я просто видела заинтересованность. Вот помните, я вас спросила, это вам вообще заходит, вам это интересно? Вы мне получили, дали мне плюсики, все было хорошо. Вода. Вода – это про мои слова, тогда объясните, что именно. Если про что-то другое, тогда поясните тоже, потому что я не понимаю. Дальше. Если мне важно, чтобы я увидела, что вот вам как бы из этого всего интересно, да, я тоже выбираю. Поставьте 1, 2, 3, 4, 5. Так. Про создание сценария интересного вебинара или обучающего видео. Я даже не знаю, в какой области вы работаете, да. И я говорила о том, что вы заполняете эти блоки. Так. Собственно, сейчас, секундочку. Возвращаемся сюда. Давайте с вами пойдем дальше. Вот где размещать вебинар, да, это я сейчас по вашим вопросам очень быстро пройдусь. Значит, где размещать вебинары и так далее. Здесь существует множество платформ, где их размещать. Ну, самый простой, там, вариант Ютуба, например, да. Можно всегда организовать свой сайт и туда видео заливать. Это может быть, если вы где-то работаете, у вас там есть обучающие платформы, они могут быть размещены там. На самом деле это не самое главное на то, чтобы, как бы, то, что вас должно останавливать. В конце концов, всегда можно бросить ссылку в личные сообщения, и люди прекрасно на это все ответят. По поводу редактирования видео, да, мы говорили о том, что нам не нравится. Ну, конечно, нужно оставлять время на вопросы аудитории. Сейчас как раз они у нас тоже будут. По поводу редактирования видео, что мне не нравится свой голос, мне не нравлюсь я на записи, да, и как вообще за это браться. Во-первых, не всю работу вы выполнять должны сами. Иногда это можно делегировать кому-то еще, если прям очень сильное сопротивление, да, идет. Это раз. Во-вторых, опять же, это только вопрос нашего отношения к себе. Если мы не ставим перед собой цели с первого раза начать писать видео идеальными, то первые наши записи вообще могут быть пробными, да. То есть я посмотрела, я поэкспериментировала с тем, насколько близко или далеко я нахожусь от камеры, да. Поэкспериментировала с освещением, с темпом, скоростью речи. И когда я понимаю, что, о, вот это уже хорошо, да. Тогда нам будет проще, тогда нам будет проще уже выстраивать все, что нам необходимо. Так. Вот, кстати, да, что для нас сценарий вебинара, это тоже хороший вопрос, да, или сценарий видео. Дело в том, что мы можем поступать по-разному, да. Во-первых, это исходит из того, о чем вы хотите сказать и насколько хорошо вы знаете материал. Ну, чаще всего мы знаем его хорошо, потому что если мы знаем плохо, то учить мы этому не можем. Ну, по факту не можем, да. Дальше. Когда мы делаем сценарий, вот для меня сценарий, вот я, например, подготовила презентацию. Для меня это уже сценарий. Я вынесла сюда все, что я хочу сказать, раз, да. И второе, я как бы поняла, про что я в каждом блоке буду говорить помимо сказанного. То есть здесь та информация, которую я точно должна озвучить. А есть еще то, что может быть там придет во время ответов на вопросы, например, да. И это тоже будет сценарий. Если мы готовим обучающее видео, где у нас вообще нет обратной связи никакой, да, я просто перед камерой сижу. Соответственно, я более точно прописываю те блоки, которые мне надо озвучить, да. Но никогда не пишу дословно. Кстати говоря, это тоже важная задача, когда мы делаем видео. Научиться не столько прописывать, сколько ставить опорные точки, которые я хочу сказать. И эти опорные точки, это могут быть либо пункты, которые я называю, либо то, как я от одного пункта к другому перехожу. Какую логику я там вижу, да. И это все должно быть то, что называется охватываемым взглядом. То есть не расписывать, что вам надо было листать и так далее. Да, а вы просто рассматриваете то, как... Расписываете так, чтобы увидеть один взгляд. Да, как создать сценарий. Правильно. Еще раз говорю, что как создать сценарий. Если нам нужен шаблон сценария, нам хотя бы надо понимать, какой науки мы учим. Это первый важный момент. Дальше. Перехожу к следующему слайду. Собственно, что еще, да. Я о чем-то рассказала из того, о чем вы говорили, да. Вот, кстати, кто моя целевая аудитория, был вопрос. Я сейчас сверяюсь. Их знания, да, и свои знания. Вот здесь расскажу, а вы пока задайте вопросы, которые еще у вас остались. Что еще вас может остановить? Пока что. Значит, свою целевую аудиторию мы либо знаем, либо ее предполагаем. Конечно, на открытый вебинар к нам могут прийти кто угодно. Да, ну вот здесь вот 176 человек, и я не очень уверена, что вы все вот под одну какую-то гребенку равняетесь. Но я точно понимала, что это люди, которые либо начинают проводить там вебинары, да, или обучающие видео, либо давно проводят и, ну, просто пришли послушать, чего они еще не знают, да, что они не принимали во внимание, например. Да, это первый момент. Ожиданий про возраст ваш, род занятий у меня никаких не было. Ну, я примерно, сказали, кто чаще всего приходит на вебинары, но, как бы, это не факт, что именно эти люди к нам сюда придут. Дальше. И вот я понимаю, что если эти люди так или иначе связаны с преподаванием, да, то рассказывать прописные истины, которые можно прочитать в учебнике, ну, немножечко неактуально, да. Вам было бы интереснее узнать о чем-то еще. Это раз. Второе. Учить вас конкретным азам науки, да, педагогики, онлайн-педагогики, еще чего-то, тоже не совсем верно, потому что вы, если учитесь, да, чаще всего, вы знаете, о чем и как можно рассказать, особенно в своей науке, тем более, что чаще всего в онлайн мы приходим из оффлайна. И вы уж наверняка умеете выбирать материалы и так далее. Так, а, вот, про боязнь повторов, да. Смотрите, по поводу того, что много выпущено, да, и вдруг я буду повторять то же самое. Во-первых, да, когда мы в аудитории, даже если еще 500 учителей, да, рассказывают о том же самом, мучат по тому же учебнику, то, как бы, оно ничего, потому что нас не слышат дальше. Вот здесь помните о том, что у вас есть ваша преподавательская уникальность. Мы все можем говорить про жиши-пиши с буквой И. Но каждый из преподавателей приведет свои примеры, подготовит разные презентации, даст разные способы объяснения этого правила, да. Я что, первая, что ли, про онлайн-курс начала рассказывать? Нет, не первая. Но с точки зрения коучингового подхода рассказывают не так много, да. И даже если что-то я повторяю с тем, что говорили другие, значит, ну, вы можете сделать вывод, и ваши студенты могут сделать вывод о том, что этот материал по-настоящему важен. Так, поэтому здесь не столько надо бояться повторов, сколько, даже если просмотрите еще какие-то видео, сделать выводы, о чем говорят все, да, и вы просто можете дать какую-то ссылку на другое видео. А о чем можете сказать именно вы? Так. Какие они бывают, какие для чего подходят, что обязательно должно быть в сценарии, неважно, по какому предмету вебинар вообще. Смотрите, а что обязательно, в принципе, должно быть в занятии? Вот сейчас я понимаю, что я чувствую ваше сопротивление, что очень хочется конкретно дайте мне, да, дайте мне план вебинара, как надо. С чего я начала? Вот я подготовила название, да, название должно быть у вебинара, должно быть, очевидная вещь. Дальше, немного рассказала о себе, поскольку мы здесь первый раз собрались, вы должны понимать, на чем я вообще основываюсь, да. Я вам буду рассказывать там каким-нибудь педагогическим теориям, да, или на собственном опыте, на коучингом, откуда я его взяла, да. Представились, вам надо немножечко рассказать о своей экспертности. Дальше, немножечко, либо вы даете содержание вебинара, если вы чувствуете, что это будет хорошо, да, либо начинаете говорить про те блоки, про которые я говорила на одном из первых слайдов, да, которые вы для себя выделяете. Должно быть обязательно разделение на части. И дальше, какое-то завершение. Если для вас важно, вы можете устраивать интерактив с аудиторией, тогда важно, чтобы были вопросы, причем максимально короткие. Если для вас интерактив не нужен, можно это миновать. Ну и плюс завершение должно быть. Собственно, поэтому об этом не говорится, что это очевидно, да. То, что там еще, ну смотрите, дальше на свое усмотрение. Презентация. Ну вот если вам хочется, вы готовите презентацию, с ней лучше воспринимать, без нее немножко сложнее воспринимать. Но некоторые преподаватели не готовы работать по презентации, потому что там все заранее задано. Им проще, как бы, просто в потоке что-то на доске, вот можно на вебинарной платформе на доске это отмечать. Что еще может быть? Какие-то там видео. А вот ответьте на вопрос, что такое интересное вебинар, а в чем его отличие от обычного вебинара? Это, кстати, тоже очень помогает сценарий прописывать. Попробуйте, поразмышляйте. Хороший вопрос. А, видео или какие-то еще фрагменты, если вам это надо. Понимаете, вот мне сейчас не нужно было дополнительное видео вставлять, ну потому что я по-другому строила занятия. Если вам для обсуждения это необходимо, значит мы это делаем. Да. Итак, вот смотрите, вопрос задаю. Я сейчас уже смотрю, что мы идем к завершению. Вот вопрос, готовлю ли я? Они все на слайдах написаны. Конечно, я их готовлю. Вот вопрос, что еще? Когда я отсылала вас к различной обратной связи. Конечно, они есть. Они продуманы, более того, я как бы при помощи них связываю части. Поэтому мы продумываем все. Хотя, с другой стороны, может быть просто в процессе обсуждения рождаться. Вот сейчас меня спросили, в чем разница. Я сразу задаю вопрос, а в чем она на самом деле? Да, так у всех. Ага. Так, значит, что еще? Что вас останавливало раньше? И вот вопрос вам задаю. А что сейчас вы можете делать иначе при подготовке и проведении своих вебинаров? Попробуйте сформулировать ответ. Понимаете, готовые, вот это как мне однажды пришли, сказали, дайте нам шаблон уникального текста. Я такая подвисла, говорю, это как? Он на то и уникальный, что он не по шаблону. Поэтому да. Когда мы не ожидаем, что нам сейчас конкретно скажут, а мы туда вкладываем творчество, тогда мы делаем уникальные вещи, которых у других нет. К сожалению. Да. Нет, к счастью, но, к сожалению, мы редко об этом задумываемся. Здорово о блоках. Да, прям пробуйте здесь творчество включать, потому что я очень часто интуитивно, ну, как бы я же знаю материал, вы знаете свой материал, да. Никто вам не расскажет, сколько должно быть блоков именно в вашем материале. Вы можете его подробить, вы можете его сделать более насыщенным, да. Это вам нужно, чтобы по времени сориентироваться. Спасибо. Кто еще? У кого еще какие идеи? Ага. А вы знаете, это просто потому, что об этом не задумывались, про брови и глаза сейчас говорю, да. Когда мы это один раз увидели, тоже, кстати, подумали, а чего у меня там такое лицо подвижное делается, да. С другой стороны, всегда мы можем это, всегда можем это использовать для того, чтобы понять, какая тема меня так увлекает, что я прям двигаюсь, да, вся. Может быть, здесь стоит немножечко убрать. Так, секундочку. Я чуть пропустила. Сейчас. Ага, ну что-то новенькое про интересный сценарий. Вот знаете, Надежда Владимировна, кстати говоря, это вопрос про целевую аудиторию, да. Что для вашей целевой аудитории будет новеньким, а что они и так знают? Если мы готовим вот такой вот общий вебинар там на всех, кто придет, очень сложно, в принципе, понять, что сложно, что интересно, что не. Одним интересно про голос, другим интересно про сценарий, а третьим интересно про что-то еще. Ну вот, я для себя такие моменты наметила, да. Если хочется про интересный сценарий услышать, то мы всегда отходим от того, исходим из того, а что интересно моей аудитории, да. Ну вот, возможно, кому-то неинтересно слушать про голос, глаза и время, да. Надо было другое. Ну, значит, вы другая целевая аудитория, и, возможно, вы для себя про интересный сценарий услышали что-то другое, да, или у другого спикера это найдете. Так, запись будет. Сейчас я листаю дальше вниз. Так, записывали лекцию, где была использована презентация, чтобы можно было включить это видео. Так, технический вопрос. Вы знаете, по поводу технического вопроса даже не буду отвечать, потому что я в технических вопросах не сильно, я обычно пользуюсь то, что под рукой, да, буквально есть. Но я знаю точно, что в Директ-Академии было очень много вебинаров на эту тему. Техническую сторону я даже не беру озвучивать, потому что поучинговый подход к технической стране не имеет отношения. Так, что скажете? А, вот здесь вот вопрос, я его все время пролистываю. Сейчас, секундочку. Когда не знают твой предмет, а ты в нем... А, с вопросом только не понимаю, но мы поэтому и учим, собственно, да. Сейчас, прошу прощения, у меня чат. Не поигрывается вниз. Так. Что скажет о жестикуляции? Если она вам органична, она хорошо смотрится. Если вы заставляете себя жестикулировать, это может быть хуже. В принципе, часто рекомендуют, чтобы руки были в кадре. Сейчас, да, чтобы они там появлялись. Но это немножко оживляет картину. Но других раздражает, когда руки мелькают. Здесь никому не угодишь. Так. Я не вижу ничего плохого в том, что спикер пьет воду. Поэтому, ну, как бы она должна быть, во-первых, потому что вы можете в любой момент закашляться, да. Вам нужна будет просто возможность, если вдруг вот тоже сопротивление у кого прислушатели появляется, вы можете почувствовать стресс. Это нормально, да. Вы просто делаете глоток воды, не торопясь, восстанавливаетесь и продолжаете беседу. Вода очень хорошо, когда есть. Так. Надежда Владимировна. Да, я чувствую, что вы обмануты в своих ожиданиях. Я прошу прощения. Так. Как для новичка в этой области? Сейчас, секундочку. Сегодня чат плохо работает. Много полезного услышала. Ну, видите, мой вебинар больше для новичков был. Вот я так и планировала. Так. В каких программах вы создаёте компьютерные? Про презентации тоже. В Директ Академии очень-очень много вебинаров было. Прямо смотрите и пользуйтесь. Потому что я столько не расскажу. Технический специалист я плохой. Сразу же говорю. Я просто PowerPoint-презентацию делаю. В колонну пизу. Вопрос была жестикуляция. Сразу вспомнила о нём. Никак не отношусь. Мне неинтересно. Ну, просто это не моя сфера. Для того, чтобы проводить вебинары, для обучения в целом, я не осваиваю актерское мастерство. Мне хочется быть естественным. И вот это для меня важно. Так. Ведь когда записываемся на вебинар, аннотацию читаем. Хорошо. Так. Вот. Вот видите, для кого-то, что на правильном пути. Вот это тоже была моя цель. Видите? Да. Спасибо. Так. Завершаем уже. Как раз одна минутка и заканчиваем. Какие ваши выводы уже, в принципе, написали? Что забираете с собой? Вот тоже я сейчас вижу, что пишете. Ну, и плюс, если будут какие-то вопросы ко мне, да, то вот можно меня найти в Инстаграме, можно меня найти в Фейсбуке и там вопросы еще задать. Да. Спасибо за обратную связь для тех, кому было полезно. Вот. Видите, что такое интересный вебинар? Вот меня благодарят за интересный вебинар. Поэтому, видите, что одному интересно, что другому не интересно вообще. Это зависит от настроенности, нацеленности целевой аудитории. Ну, и немножечко от нас, да. Много было полезного. Тоже очень благодарю вас за это. Да, живая, интересная беседа. Ведь для кого-то живая, интересная, интересно, да. А для кого-то, что блогика, структура и все по полочкам. Да, спасибо большое. Сейчас, завершая последние слова, скажу. Вопросов просто больше не вижу. Замотивировали. Вот это тоже была моя цель. Повтор не будет, но запись будет. Собственно, что хотела сказать, что действительно, когда мы готовим интересное занятие, да, сценарий или еще что-то, самое главное, вот то, что вначале я сказала, настроиться. Настроиться на слушателей, на материалы, на себя. Вот здесь нет правильного ответа, как надо. Здесь есть то, что вы чувствуете в потенциале о своем материале. Это было там в самом начале, поэтому вот сейчас можете к этому вернуться и посмотреть. Если мы настойчиво требуем какого-то правильного ответа, это может говорить о том, что мы не уверены в своем материале, что он сам по себе интересен. Он может быть интересен. Все, спасибо большое. Татьяна Викторовна, если вы будете выходить в эфир, тогда я вам слово передаю. На все вопросы, окажется, ответила. И со всеми прощаюсь, всем желаю вдохновения в создании своих интересных.